Жаркая дискуссия о равных условиях для граждан бизнеса, подписание декларации стратегии развития до 2025 года и решение ряда ключевых вопросов. Главное политическое событие дня в северной столице России. Сегодня в Санкт-Петербурге состоялся саммит Евразийской пятерки и неформальная встреча лидеров Содружества. Первую часть насыщенного дня президенты посвятили детальному и откровенному обсуждению ЕАЭС. В частности, президент Беларуси предложил наделить Евразийскую комиссию большими полномочиями в предотвращении торговых войн между союзниками и настоял на четких гарантиях, что к 2025 году рынки газа, нефти и нефтепродуктов станут действительно общими, как это и прописано в союзном договоре. Вопрос важный. Ведь сегодня из-за разницы тарифов на транзит Беларусь платит за газ вдвое больше, чем соседи в Смоленске. Конкретные примеры и факты неравных условий, в том числе от Казахстана и Кыргызстана, не понравились хозяину саммита и привели к незапланированным публичным дебатам. Так Владимир Путин сравнил Беларусь с Германией, мол, там цена на голубое топливо еще выше. Хотя ФРГ никак не союзник России и договор о равных условиях с официальной Москвой не подписывала. Отстаивать интересы своих людей лицом к лицу с коллегами Александру Лукашенко не впервой. Редко журналисты становятся свидетелями такой полемики. Лидеры стран ЕС определили принципы союзнических отношений еще на заре объединения, у истоков которого стоял наш президент, а значит слово его веское. Сегодня Беларусь не протягивает руку в просьбе, лишь требует соблюдения договоренности. Как говорится, давши слово, держись. Впрочем, по итогам горячих дискуссий, в том числе без прессы, союзники нашли компромисс, программы выхода на общие рынки подписаны, а четкие механизмы устранения дискриминации будут согласованы в ближайшее время. Также в ходе саммита решился вопрос с новым главой ОДКБ и о том, когда Беларусь с Россией найдут развязки по так называемому нефтяному налоговому маневру. Подробнее о больших евразийских решениях из Санкт-Петербурга наш политический обозреватель Андрей Кривошеев. Президентская библиотека в Санкт-Петербурге, как площадка очередного евразийского саммита, место далеко не случайное. Во-первых, северная столица максимально удалена от московской бюрократии, и сама атмосфера здесь располагает глубокому разговору на тему интеграции и решением с позиции наднациональных интересов. Во-вторых, библиотека электронная, то есть акцент не на бумагу, а на цифровые копии. Их здесь уже более 650 тысяч, включая главные документы, конституцию и международные договоры. В этом смысле место саммита подчеркивает цифровизацию Евразийского союза во всех аспектах. От таможни до космоса. Наконец, библиотека носит имя Бориса Ельцина. Тоже символ. Ведь несмотря на критику, именно первый президент России, ломая сопротивление российской же элиты, в далеком 96-м, пошел на реинтеграцию постсоветского пространства. Не будь того союза, вероятно, не состоялся бы и нынешний, евразийский. Союз Белоруссии и России, скрепленный политической волей Александра Лукашенко и Бориса Ельцина, и сегодня самая продвинутая интеграция. Евразийский проект наследует многие инновации, успехи и традиции. Например, детальную проработку повестки каждой встречи. Для протокола и ради исторических фото лидеры не встречаются. Хотя сама церемония – непременный ритуал. Прессы и аналитики уже отметили, как органично Молдова вписалась в евразийский квинтет. С текущего года она официальный наблюдатель в Союзе. И это одно из главных геополитических приобретений. Пока, увы, не экономическая, хотя и такую возможность для Кишинева эксперты не отвергают. Об этом факте говорит и президент Беларуси, подводя главные итоги очередного евразийского года. Сегодня мы подводим итоги общей работы в формате Союза за этот год и определяем ориентиры взаимодействия на следующий. Что касается завершающегося периода, то он является достаточно неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения. Среди позитивных достижений можно отметить вступление в силу договора о таможенном кодексе нашего Союза, принятие решения о наделении Молдовы статусом наблюдателя. С Союзом также подписаны временные соглашения, ведущие к образованию зоны свободной торговли с Ираном, соглашения о сотрудничестве с Китаем. Беларусь рассчитывает, что нормы, закрепленные в этих документах, будут реализованы в полной мере. Каждый из них принимался с заделом на будущее и с расчетом на значительный экономический эффект. Важность соглашений с Ираном и Китаем для Евразийского Союза отмечают все лидеры Высшего Совета. Да, у каждой из стран пятерки есть свои двусторонние отношения с крупными экономиками. У той же Беларуси и индустриальный парк, и включение в глобальный проект нового шелкового пути, и партнерство от энергетики до обороны. Но евразийский формат гарантирует рынки, открытие границ и упрощение бюрократии. Суммарный эффект решений по оценкам превысит 9 миллиардов долларов, уже в короткой перспективе. Плюс поможет Евразии укрупнить внутренний рынок и противостоять внешним экономическим шокам, включая санкции и торговые агрессии. Об этом сегодня говорили предметно и подробно. Продолжают расширяться и внешние связи Евразес. В мае подписано соглашение о международных договорах Евразес с третьими странами и международными организациями. Россия выполнила необходимые для его вступления в силу внутренние процедуры. Исходим из того, что и в остальных государствах-членах этот процесс завершится в самое ближайшее время. В ноябре Евразийской экономической комиссии заключены меморандумы о взаимодействии с исполнительным комитетом СНГ и ОСЕАН. Видим в этом шаг на пути к реализации проекта большого евразийского партнёрства. Сегодня нам предстоит принять решение о вступлении в силу соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и о временной зоне свободной торговли с Ираном. Рассчитываем на скорейшее завершение переговоров по преференциальным торговым договорам с Сингапуром, Израилем, Сербией и в перспективе с Индией и Египтом. О внутренних проблемах и проволочках евразийской интеграции откровенно говорили президенты Казахстана и Кыргызстана в своих выступлениях. В частности, Нурсултан Назарбаев затронул деликатную тему распределения ввозных таможенных пошлин. Страны договорились пересмотреть их по итогам двухлетней практики. Обсудим механизм по нормативам распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Это важный вопрос, который затрагивает фундаментальные основы работы нашей организации. В рамках расширенного формата примем решение о сотрудничестве в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг. Особое внимание будет уделено международной деятельности нашей организации. Сегодня мы утвердим основные направления этой работы в 2019 году. В целом, мы идем, я считаю, уверенными шагами к достижению наших основных целей. Для официального Бишкека самым болезненным является вопрос барьеров на трансграничных рынках. Страна небольшая, зажата между Китаем и Казахстаном, и любые припоны подрывают транзитный статус. Мы считаем важным обсудить вопрос о состоянии конкуренции на трансграничных рынках. Необходимо анализировать принятые меры по пресечению нарушений общих правил конкуренции. Важно постоянно формировать позитивное представление о Союзе, как эффективной и конкурентоспособной международной организации. Убежден, что подписанные сегодня документы внесут весомый вклад в создание условий ведения бизнеса. Тем самым будет сделан значительный шаг для улучшения жизни граждан всех государств-членов Союза. Наш Союз имеет огромный потенциал для экономического развития каждой страны, евразийского пространства, который еще не в полной мере заействован. В этом консекте одной из важнейших задач нашей работы является устранение любых барьеров и ограничений. К сожалению, Союз Евразийский наследует не только плюсы, но и минусы союзного государства Беларуси и России. Речь, конечно, о равных, точнее неравных условиях для граждан и бизнеса. В формате двойки от этого принципа уже отошли, а в формате пятерки еще не приблизились. За четыре года количество изъятий, то есть сфер и товаров, где свободная торговля не работает, сократилось на порядок. Но ряд барьеров в том же продовольствии, грузоперевозках, финансах возникли вновь. Беларусь на саммите предлагает лекарства от неисполнительности и волокиты. Я вынужден об этом говорить, но буду говорить не с точки зрения стянания и рыдания, а с точки зрения того, что мы ведь договорились, но не сделали. И с точки зрения того, что наш союз, к счастью, я был у истоков создания этого союза, образовывался на определенных свободах передвижения рабочей силы, капиталов, услуг, товаров и так далее. И самое главное, о чем мы договаривались, создавая нашу единую экономику, что все субъекты хозяйствования и наши люди будут иметь равные условия. Если таких равных условий нет, то нет и союза. В начале 2018 года Российская Федерация в качестве председательствующего в органах союза предложила работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. Правильно предложила. Это действительно одна из самых острых проблем нашего союза, которая еще несколько лет назад была обозначена белорусской стороной. Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводится новое. И это стало практикой. Считаю, что это совершенно недопустимая ситуация, нарушающая достигнутые нами договоренности. Как показала практика, важно не только устранять преграды, но и параллельно создавать условия, исключающие возможность их повторного возникновения. В этой связи предлагаю предоставить нашей Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством-участникам ограничений или же продления уже действующих ограничений. По нашему мнению, реализация такого предложения не затронет национальные интересы сторон. При этом позволит исключить протекционизм, который наносит серьезный ущерб интеграционным процессам. Ну, все сидящие за этим столом на мировой протекционизм торговли отреагировали, обозвав его грубо экономические войны. Так зачем у себя создаем это? Самый показательный пример – экспорт продовольствия и новое старое явление – петушиные войны. Блокирование поставок мяса птицы прежде были сахарные, мясные и так далее. В борьбе за свободу торговли бизнес поддерживает усиление роли комиссии в разрешении споров. Логика проста – вместо пяти национальных бюрократий одна евразийская. А значит, реакция на повторные барьеры быстрее и дешевле. На мой взгляд, самая большая угроза сегодня связана с распадом продовольственного рынка Евразийского экономического союза. Он очень долго складывался. Мы научились снимать те противоречия и разногласия, которые в прошлом были. Но в последнее время мы видим, что обострились какие-то торговые войны. Когда речь идет, например, о поставках мяса птицы, то их называют петушинными войнами, что, наверное, и характеризует отношение общества, в том числе, к такого рода внутренним нашим экономическим противоречиям. Бизнес в такой ситуации хотел бы смягчения барьеров, их устранения и формирования кодекса добросовестных практик как основу для саморегулирования. Еще один подвисший в воздухе интеграции вопрос – общие рынки. Со следующего года заработает рынок электроэнергии, но аж до 25-го отложены рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Мало того, углеводородные монополисты предлагают сохранить дискриминацию и после этого срока, закрепив в программах не равные, а разные цены. Тот же тариф на прокачку газа для своих в России – один доллар, для Беларуси – без малого – три. В итоге у соседей – Могилева и Смоленска, между которыми всего 200 километров, оптовые цены на газ отличаются в два раза. То есть любой завод, агрокомплекс или котельная в Могилеве априори проигрывает в конкуренции Смоленску. Какой же это общий союзный рынок? – спрашивает президент. Беларусь выступает за обеспечение всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государственными членами союзных норм и взятых на себя обязательств. Сторонами достигнута договоренность о создании к 2025 году общих рынков нефти, нефтепродуктов, а также газа. Мы приняли такое с вами решение. И мы обязаны выполнять все в намеченные сроки и обеспечить работу Союза в условиях стабильной, справедливой топливно-сырьевой политики. В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система Евразийский экономический союз. И под этим мы концептуально и конкретно все подписались. Я полностью солидарен с президентом России, который как председатель Высшего Совета в своем обращении к государственным членам ответил важность развития новых сфер сотрудничества. В том числе таких, как атомная энергетика, возобновляемые энергоисточники и сегодня ряд было названо новых направлений. Однако отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет нашему Союзу прогрессировать более быстрыми темпами. Решение этого ключевого вопроса позволит нам приступить к освоению и других направлений. Такой откровенный разговор о проблемах и недоработках ЕС, особенно после года председательства, президенту России явно не понравился. И хотя формат вступительных слов на саммите не предполагает полемики, вопрос настолько чувствительный, что вызвали полноценную дискуссию. Я приведу один пример о равноправии и равенстве в нашем Союзе. Действующий порядок ценообразования на поставляемый в Беларусь природный газ, тариф, применяемый «Газпромом» для белорусской стороны на транспортировку газа из Ямал-Нецкого автономного округа до нашей границы, составляет почти 3 доллара за 1 тысячу кубических метров на 100 километров, в то время как внутрироссийский тариф порядка 1 доллара в три раза меньше. В структуре цены на газ для Беларуси доля платы за транспортировку по территории России превышает 70%. То есть тариф от цены 70%, а он в три раза выше, чем для субъектов Российской Федерации. И мне кажется, и я думаю, что и в Казахстане примерно такая ситуация по цене для субъектов Казахстана. С учетом этих обстоятельств в нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в 130 долларов за тысячу кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области, субъектов хозяйствования, 70 долларов, почти в два раза ниже. Простой вопрос. Как конкурировать в этой ситуации? У нас выработан план движения к 2025 году, когда мы должны согласовать единые рынки, нефть и газы, нефтепродуктов. Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а важна конечная цена газа, в которую включается этот тариф. И здесь вы правы, надо, конечно, об этом думать, но обращаю внимание на то, что сегодня у Беларуси 129 долларов за тысячу кубов, в следующем году будет 127, а в ФРГ – 250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по Евразес, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации. Но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами. Преимущество от интеграции Беларусь не оспаривает, и вся полемика заключается в одном – готова ли Россия дать гарантии, что 25-й год точно станет годом равных условий на рынках газа, нефти и нефтепродуктов. Это ведь и национальный, и общий интерес всех государств пятерки, которые они так горячо отстаивают в полемике. При всем уважении Германия – это партнер, а Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения – это союзники. Но наш главный партнер, к сожалению, или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные не только партнеры, а и конкуренты и прочее – это россияне. Прошу заметить, я просто напомню, что Урстан Абишев меня поддержит. Если мы производим в Беларуси трактор, Беласта, МАЗ и так далее, все говорят – вот белорусская продукция. Чтобы вы знали, в этой белорусской продукции, вы это знаете, 60-70% комплектующих Российской Федерации. Немало казахстанских, да и со всех стран, но российская. Поэтому главный наш партнер не ФРГ, а Российская Федерация. И нам надо, чтобы были равные условия, прежде всего, нашей братской России и Беларуси. Вот в чем вопрос. И вы правильно сказали, мы определились до 2025 года выйти на этот уровень. Но ключевое слово в данный момент – чтобы мы шли к этому, а не остановились. Вот в чем. И да, мы будем еще разговаривать, и у меня будет к вам просьба только одна – чтобы мы шли к этому. Если будем идти, так и вопросов не будет. Мы понимаем, что за год это не решить. Так и будет, мы же об этом и договорились, создать документы, которые, по сути, являются планом нашего движения к этой цели, дорожные карты. Но просто я обращаю внимание на то, что сегодня уже наши партнеры имеют достаточные преимущества. Я упомянул ФРГ не просто так. И в Беларуси и не должно быть 250 за тысячу кубов. Но если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129, не 127, а 200. Вот в чем разница. Владимир Владимирович, это неправильно у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже об этом не единожды говорил. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они 200 имеют доллару, а мы, допустим, 130, потому что туда еще 3000 километров качать надо. Поэтому у них и цена такая. Ну давайте мы уже подискутируем потом в закрытом режиме. Хорошо. Спасибо большое. Но вы правы абсолютно в том, что нам нужно выработать план движения к единому рынку. А мы с этим согласны. Мы так и будем делать. Кстати, лидер Казахстана дважды возвращался к теме равноправия на евразийском пространстве. Называет 25-й год решающим. Нам необходимо к 25-му году устранить все имеющие препятствия во взаимной торговле, о чем мы сегодня говорили. Это важные условия полноценного функционирования нашего объединения. Комиссия и правительство надо активизировать работу в данном направлении. С чем я согласен, то что говорил Александр Григорьевич. Та же неуверенность в сроках на финансовом рынке и с переходом на национальные валюты во взаиморасчетах. Да, между Белоруссией и Россией, например, такая практика есть и расширяется. Расчеты за нефть часто в рублях. Кредиты, хоть и номинированы в долларах, также могут возвращаться без конвертации валюту США. Но с учетом санкций и регулярных угроз отключения российских финансов от евроатлантических систем, переход на свои деньги – это вопрос не только бизнеса, но и национальной безопасности. Об этом в частности говорит Владимир Путин. Предлагаем проработать вопрос о создании Еврозес общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий. Это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем наших стран, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют. Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета. Идея платить за свои товары своими деньгами на поверхности, как и евразийская межбанковская структура, без американских или европейских посредников. Но даже под санкционным нажимом финансисты боятся называть четкие сроки. В 2025 году говорят о шансах. Но как после такого не волноваться союзникам и не просить гарантий исполнения договоров? В 2025 год, наверное, все-таки какие-то шансы к созданию, по крайней мере, единого юридического пространства для усиления интеграции финансовых рынков, наверное, они имеются. Только разобравшись с базовыми, энергетикой промышленностью и финансами, можно успешно идти в цифру и космос. Еще одна позиция президента Беларуси. Да, эти проекты модные и амбициозные, и сама Беларусь их с успехом развивает. Но подменять ими экономическую базу пяти стран не стоит. Беларусь готова к полноценному участию в реализации проектных инициатив цифровой повестки ЕАЭС. Об этом я говорил на встрече с премьерами наших стран в Минске. В первую очередь речь идет о цифровой торговле и кооперации, электронной логистике, формировании цифровых транспортных коридоров, развитии точных технологий в сельском хозяйстве и промышленности. Но мы занимаемся цифровизацией в Беларуси очень давно, уже второй десяток лет, после того, как создали парк IT. Должен вам сказать, исходя из нашего опыта, сейчас модно говорить о цифровизации, еще о чем-то, развитии IT-технологий. Но не надо забывать, это очень важное направление. Это значительно активизирует производство, сокращает себестоимость. Но это, наверное, 20-25% сегодняшнего дня. И, наверное, это долго так будет. А 70-75% это та традиционная экономика, которая нас сегодня кормит. Поэтому не надо забывать и об этом. Наибольший интерес к цифре проявляет Армения. Кстати, следующий председатель Евразийского союза Никол Пашинян заверяет коллег, что республика справится с этой ролью, и грядущие через три дня досрочные парламентские выборы не помешают общему делу. Прозвучал на саммите и самый дерзкий проект квинтета — союзный космос. По факту объединение всех космических группировок и единая система использования информации со спутников. Та же Армения, хоть формально и не космическая держава, благодаря интеграции по факту станет таковой. Это, наверное, первая такая эксклюзивная программа после Советского Союза, которая будет регламентировать совместную разработку, производство и использование космических аппаратов нового поколения. Позволит сложить все усилия в одну, скажем так, корзину и получить, конечно же, более значимый результат. Мы надеемся, ожидаем, что от такой вот кооперации, в которой уже четыре страны будет, даже Армения подтянулась, которая как бы пока не имела никаких выходов на этот космический уровень, а теперь она активно в нем участвует. Поэтому позволит получить такой синергический эффект. Очевидно, что интеграция, особенно в формате пятерки, вопрос сложный. Два соседа, бывает, спорят, а тут сразу пять государств с разными и по структуре, и по масштабу экономиками. Но, резюмируя саммит, президент Белоруссии обращается к народной мудрости. Когда нас жмут извне, нас тем же усилием экономически прижимают друг к другу. Мир все больше и больше сходит с ума в плане экономики, в плане торговли, я уже об этих войнах говорил. И вы знаете, есть у нас расхожая поговорка. У всех нас не было бы счастья, да несчастье помогло. Слушайте, ну для нас это шанс. Великий шанс, когда идет эта драчка, объединиться, сплотиться и придать еще большую динамику в нашем экономическом союзе. Но давайте это сделаем. Это ведь зависит от нас, сидящих здесь, за этим столом. Беларусь к этому готова. Итогом горячей дискуссии и в присутствии прессы, и за закрытыми дверями стал консенсус. Лидеры в широком составе саммита подписали общую декларацию стратегию развития до 2025 года. И программы выхода на общие рынки углеводородов. При этом самые спорные темы, тарифы на газовые транзиты и распределение таможенных пошлин отправили на доработку. Председатель Евразийской комиссии призвал прессу не драматизировать этот факт. Отметив, умение говорить откровенно – это достоинство союза, а не недостаток. Если вы следите за работой высшего совета, то вы заметили, что у нас всегда бывают эмоциональные, открытые дебаты. Эти дебаты, они помогают нам двигать наш интеграционный проект вперед. Любой глава государства действует в интересах своей страны, своего народа. Жаркие дискуссии – это является особенной фирменной фишкой Александра Григорьевича. И мне это нравится. Лучше пусть это прорывается в публичную плоскость, и мы с вами будем обсуждать. И это будет иметь общественное мнение, чем в какой-то момент начнется война. И для меня очень важно, что это по-честному происходит, а не за закрытыми дверями, без пресса. Еще одно достоинство Евразийского союза – и отличие от союза европейского, все ключевые решения принимаются только общим согласием пяти стран. Здесь невозможно продавить решения экономическим или политическим габаритам. Плюс все страны умеют стоять за национальные интересы, не в ущерб интересам общим. Именно это притягивает к евразийскому проекту другие государства. Даже Молдова гармонично вписалась в статус наблюдателя и хочет расширять свое присутствие. В 2017 году страны ЕС импортировали из третьих стран продовольственных товаров на сумму более 30 миллиардов долларов США. А Молдова всего весь экспорт этих товаров в прошлом году всего 1 миллиард экспортировала. То есть мы можем существенно на рынке страны ЕС увеличить наши поставки. Национальный интерес Республики Молдова требует укрепления связей с нашими традиционными партнерами странами Евразийского экономического союза. Кстати, по окончании саммита ЕС стартовала неформальная встреча лидеров СНГ. В формате обеда от имени российского президента с продолжением в Мариинском театре на знаменитом Щелкунчике. И это символично. Именно страны СНГ наиболее интересны как потенциальные члены Евразийского союза. Впрочем, эта тема уже для следующего саммита, который пройдет в Астане в мае будущего года. Он подведет итоги первого скромного юбилея. Пятилетия союза. Андрей Кривошеев, Илона Красуцкая и Виктор Шпак. Агентство теленовостей. Санкт-Петербург.